Это был ничем не примечательный летний вечер, но внезапно тишину, изредка прерываемую трелями кузнечиков, нарушил чей-то плач. Анастасия Бутусова услышала, как кто-то горестно скулит у нее под окнами и выбежала на балкон, чтобы посмотреть, что происходит. Девушка увидела, что под окнами сидит маленькая собачка. Она уже переросла щенячий возраст, но взрослой ее назвать было нельзя. Настя не могла забрать домой еще одно животное, поскольку жила на съемной квартире и у нее уже было аж целых три питомца-ручные крысы, но бросить собаку просто так на улице Анастасия тоже не смогла, поэтому она вышла на улицу, чтобы покормить бедняжку. Я открываю двери подъезда, а там эти глаза смотрю в них, начинаю реветь и обнимать собаку. Я по натуре своей черствая, хотя мне и жалко бродяжек, я, вздыхая, прохожу мимо, а тут озарение, вспоминает событие того дня Насти. Сперва девушка подумала, что собаку просто кто-то потерял, и она забрела в парадную, ведь когда Анастасия с супругом ходили по этажам, то собака сама выходила и заходила в лифт, словно была знакома с ним ранее. Хозяев собаки в доме не оказалось, поэтому Настя решила оставить беднягу у себя на ночь. Она накормила ее, дала ей попить и постелила в комнате. Обессиленная собачка тут же уснула. Настя взяла малышку на передержку и занялась поиском либо старых, либо новых владельцев для нее. Девушка договорилась о стерилизации для собаки, и через неделю ее должны были забрать в новый дом, но в последнюю минуту люди изменили свое решение. Как Анастасия не пыталась равнодушно относиться к питомцу, у нее ничего не получалось, пока собака отходила от наркоза после стерилизации, девушка спала вместе с ней на подстилке, так сильно она переживала за свою новую подругу.